Добрый вечер, друзья. Приветствую, Александр. Ну, правильно ты совершенно сказал, я с тобой согласен. То есть, перемена в колоде карт... То есть, он просто перетасовал карты в колоде при той же самой раздаче. Соответственно, если бы действительно наш великий и могучий решил что-то дельное сделать для страны, для народа, я имею в виду в плане политического устройства, ну, я бы на его месте как поступил? Я бы, во-первых, все правительство бы в отставку отправил, губернаторов всех распустил бы в Государственную Думу и Совет Федерации и объявил бы выборы в день, единый день голосования в сентябре этого года. А на это время правительство народного доверия зашло бы на полгода, чуть больше. Соответственно, народ бы увидел, ого, происходят изменения, реально для народа. А не изменение Конституции для одного человека, который решил, видимо, увековечить себя до гробовой доски и оставаться во власти. 20 лет ему мало, он хочет еще 20, видимо, лет править нашей страной, создавая для себя структуру госсовет. Ну, что это такое? То есть мы возвращаемся в искаженный квазисоветский союз, соответственно, я не верю и не доверяю тому, что сейчас господин президент предпринял. Я это считаю попыткой конституционного переворота. Разница. Если революция идет снизу, массы поднимаются недовольные, то при конституционном перевороте, это мое личное мнение, оценочное суждение, происходит влияние сверху. И народ ведь ничего не понял. Мы сейчас эфиры записали, в соцсети выплеснули. Люди, общественники, юристы, конституционалисты, которые создавали конституцию, бьют во все колокола, потому что понимают, что меняется основополагающий закон России, конституция. Это фундамент, который под зданием нашего государства. Что хочет сделать Путин? Хочет его под себя перестроить, не понимая, что этот колос на глиняных ногах может упасть и утянуть за собой всех. И поэтому вместо блага я опять вижу, к сожалению, не благо для народа, а благо для него, для себя любимого. Потому что если бы он был уверен в своих силах и понимал бы, что даже если он уйдет, его политика будет сохранена в целом, он бы вырастил достойные кадры, которые бы заботились о народе, не на словах, а на деле. Не было бы вот этих скандалов, из-за которых в любой нормальной стране любой бы чиновник уже был как минимум отрешен от должности, как максимум сел бы в тюрьму. Он бы тогда уже, народ бы воспринял и преемника, нормально бы воспринял и те изменения, которые он хочет, те реформы, которые он хочет провести в России. Но ведь мы этого не видим. Он остается во власти. И продолжается уничтожение, мое личное мнение, единоцит народа. Разграбление ресурсов. Уводятся миллионы тонн природных ресурсов. Лес в Китай, нефть. Уходит все за рубеж, полезные ископаемые, даже воду из Байкала и ту трубу строят. Это при том, что он, по сути, уже становится нерюкопожатным в большинстве стран мира. Меня сейчас будут закидывать, конечно, гнилыми помидоры, говорить там, либеросня, пятая колонна. Ребята, мы такие же жители России. Вот такие же. Никаких методичек нет у нас. Никаких денег мы не получали. Это все легко проверяется. Поверьте, спецслужбы нас уже вдоль и поперек всех посмотрели после событий в сквере даже. Это ежу понятно. И вот эти случайные эфиры, которые набирают миллионы просмотров в Ютубе и прочее. Ну, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Это и есть то, что заходит в народные массы. И люди начинают просыпаться. И особенно на что уповают-то. Говорят ведь о том, что мы наконец сделаем нашу конституцию, она будет приоритетной перед международным правом. Это хорошо. У нас наконец появится собственный суверенитет. Вот на это ведь давят. Я-то понимаю, что это беда. Нам предлагают почти квазисоциализм, когда у нас будет замкнутое государство. Я не удивлюсь, если они в один прекрасный момент, как Северная Корея, могут заново железные бросить или в Советском Союзе. Сейчас ведь для чего Путин чиновникам и высшим должностным лицам? Это совершенно правильное предложение. Но когда оно прозвучало? 20 лет он у власти. 20 лет. Кто мешал раньше это сделать? Когда они уже наелись все, казалось бы, и не могут все наесться, жрут и жрут, воруют и воруют, уже все яхты куплены, уже построены все крутые дома, коттеджи, зарубежные особняки. Сейчас это не своевременно. Рейтинг доверия резко упал после его обращения к Федеральному Собранию. Что они делают? Приносят жертву Дмитрия Медведева, которого надо было принести в жертву уже лет 10 назад. И тогда бы народ сказал, да, хотя бы в 2018 году, когда избирали президента, все ждали, что будет отставка Медведева. Он этого не сделал. Я запустил голосовалку в соцсетях УСЯ, во Вконтакте, в Одноклассниках. Реальный рейтинг доверия. Я сказал, ни за что не удалю результаты. Вот как будет по-честному, так и опубликуем все. Ничего удалять не буду. От 15 до 27% рейтинг доверия Путина. Ты вопрос-то озвучь, как ты его сформулировал? Вопрос сформулирован был следующим образом. Доверяете ли вы политике 20-летней, проводимой президентом России Владимира Путина? Да, доверяю социально-политическо-экономическому курсу, проводимому президентом. Нет, не доверяю социальному, политическо-экономическому курсу, проводимому президентом. 85% не поддерживают те изменения, которые проводит сейчас президент. Это о чем говорит? О том, что не за горами импичмент президенту. Не за горами. А ведь сейчас многие юристы уже высказались, что они в принципе против менять Конституцию. Я имею в виду ассоциации юристов в Ставрополе и другие крупные организации юридические, понимая, к чему это ведет, разъясняя народу, что по сути произошло, на что покусился наш великий и могучий. Вы понимаете, да? То есть, безусловно, говорить однозначно, огульно, Хайт говорит, он вообще там ничего не сделал. Нет, безусловно, что-то было сделано. Безусловно. Тяжелая была ситуация, 2000-й. Если бы он ушел в 2008 году, а я его лично видел 2000, его бы носили на руках, он бы сейчас читал лекции, он бы сейчас был реально таким мощным, ну пусть не лидером нации, не по казахстанскому сценарию, как сейчас он пошел, понимаете, создав госсовет, без разницы, как будет называться должность, будет он во главе госсовета, руководитель всей страны, лидер нации и при нем слабый технический президент с урезанными полномочиями, часть которых ушла в Госдуму, в Совет Федерации, такой же технический пример министра и правительства. Не, ну мы же все это наблюдали на примере, там, помнишь, когда появились вот эти вот сити-менеджеры в городах, наравне с мэрами, то есть, по сути, у нас был какой-то мэр города в любом городе, ну, за исключением там Москвы и Санкт-Петербурга, но это был такой сапожник без сапог, без права финансовой подписи, то есть, который там вот как мэр, он мог где-то там на официальном приеме постоять с фужером шампанского, там что-то еще сделать, где-то там попрыгать в мешке, кого-то там принять какую-то делегацию, ну, по сути, решал все сити-менеджер. Мы все это видели, насколько я понимаю, вот к этому все и идет. У меня все-таки, я хочу дожать, да, допонять вот этот вот вопрос. Многие сейчас радуются, я буквально сегодня перед эфиром читал тоже комментарии, там мне люди писали, что самое-то классное, что у нас, наконец, у Конституции будет суверенитет, потому что сегодня международные нормы, они как бы выше, чем прописанные в России, ну, наши законы, то есть, приоритет имеет международный закон, то есть, возникает вопрос, какой закон главнее, а мы начинаем ориентироваться все равно на международное право. Я считаю, что это правильно, но люди, которые не до конца понимают смысл вообще слова суверенитета, они почему-то уверены, что надо сделать наоборот. А вот меня это пугает, потому что мы в последнее время все чаще и чаще увидим какие-то абсолютно нелепые истории, когда, да, вот в прошлом году, буквально в прошлом июле, сегодня записывал программу, какой-то полицейский задавил насмерть мальчика шестилетнего, а в нашем российском суде оказалось, что мальчик-то был пьян в дрова, и он упал, да, и у родителей сейчас, по крайней мере, есть возможность пойти в европейский суд и отстоять правду там. Когда мы уберем этот пункт, все, суд у нас останется один, самый гуманный суд в мире, все, и как судья решил, так и будет. Вот люди вот этого не понимают, на мой взгляд, это печально. Даже не все юристы понимают все эти моменты, ну, у всех своя специализация. Я полагаю, что, ну, вот вернемся к событиям в сквере, да, то есть я не дошел даже до места пикета, получил ни за что совершенно впервые в своей жизни 9 суток адмореста отсидел в спецприемнике. Крайне неприятная ситуация. Да, там день идет за неделю, особенно первый, второй, третий. Я не согласен был с нашей Фемидой, обжаловал, областной суд даже не дал мне правом на судебную защиту воспользоваться, даже видеоконференции, ничего не было. Ни ручки, ни листочка, сутки в полиции просидел на описанном матрасе. Соответственно, ну, так тебе и надо, посиди, подумай, сказали мне власти, да. Хорошо, не вопрос, ребят, все выдержали. Но я не согласен с той политикой, которую наш суд проводит в этих делах. То есть он не является беспристрастным. И я потерял уже право на судебную защиту. И любой из вас завтра может попасть в эту ситуацию. За что угодно. Вплоть до того, что вы не недорассчитались в кассе за еду. Мало ли. И такие случаи были. Я обжаловал впервые в своей жизни, впервые в своей 20-летней практике юридической. Это решение в Европейский суд по правам человека. Впервые. И хочу, как и другие пострадавшие, получить компенсацию. За которую, кстати, будет платить государство, бюджет. То есть все мы с вами. За нерадивость нашей судебной системы. И ее зависимость от исполнительной власти. Ведь фундаментальные кирпичи, которые в Конституции вернется к ней заложены, это разделение властей. Отдельное. Независимое. Судебное. Законодательное. Исполнительное. По факту мы имеем пирамиду. Во главе которой у нас кто? Только один человек. Вы совершенно правы. Это Владимир Владимирович Путин. И как он скажет, так и будут решения выноситься. Он сейчас даже предложил внести в Конституцию нормы, которые позволят ему отрешать от должности судей Конституционного и Верховного суда. Вы представляете, что происходит? Какой перегиб в сторону исполнительной власти? Надо, наверное, просто объяснить людям, они не до конца понимают. Дело в том, что в России по Конституции три ветви власти. Они все три являются, по крайней мере, должно так быть, независимыми друг от друга. Это исполнительное, законодательное и судебное. То есть, они независимы друг от друга. Они друг друга должны дополнять. А президент в сегодняшнем сценарии, он такой разводящий во всем этом процессе. Который, в общем, за всеми бдит, чтобы никто никуда ни в какую сторону перегибал. А тут получается, что президент хочет забрать на себя функции всех трех ветвей власти. Очень опасно ситуация. По факту, кстати, так и есть. По факту сегодня так и есть. У нас законодательная власть, все, кого не послушали, любого депутата, любого лидера фракции, ой, наш вот великий кормчий так сказал. Хотя своего мнения нет. Судьи, да, какую команду спустили сверху, такое решение выносится. Исполнительная власть, я вообще молчу, потому что вот закончится наш эфир. Просто рекомендую вам, переключите телевизор на любой региональный, местный канал, на какое-нибудь областное телевидение и послушайте своего губернатора, своего мэра. Вы сами все поймете. Вопрос вот в чем. Много сейчас говорят все-таки, что это будет. Референдум. Или какое-то голосование электронное. Или какой-то опрос. Народ запутался, народ не понимает. Насколько я понимаю, к тебе вопрос, как юристу, это ведь все-таки тема референдумная. Безусловно, то, что сейчас предлагает президент в одного, это крайне опасная ситуация. Мы с вами поймем все, когда будет уже поздно, если сейчас не включаться в процесс. Это будет просто как в антиутопиях Олдоса Хаксли, Джорджа Орвелла, Замятина. Мы, да. То есть это страшные вещи, когда узурпация власти может произойти на наших глазах. И она по факту-то уже происходит. Это мое личное мнение. Она уже осуществилась. И сейчас будет просто еще в более масштабном объеме. Менять первую главу Конституции можно только через Конституционное собрание и только через общенародный референдум. Они боятся даже слово это называть. Мы подавали пять заявок на проведение референдума по сохранению сквера. Сейчас подаем заявки о проведении референдума уже областного, о возврате выборов мэров. Они там просто писают на ляжке, извините меня за мою не совсем корректную фразу. То есть господин Русинов Владимир Иванович, представитель избиркома и остальные, они всячески нам пытаются отказать. Мы на них заявление подали о возбуждении уголовного дела за нарушение нашего конституционного права на проведение референдума. А Путин хочет сейчас изменить фундамент, основополагающую главу Конституции, не проводя референдум общенародный. Это очень опасная ситуация. Я считаю это просто незаконно и очень опасно для страны. И все юристы, конституционалисты, они прекрасно понимают, о чем идет речь. А народ нет. Поэтому очень хотелось бы, чтобы все люди почитали, изучили. Нам сейчас дан шанс стать специалистами в области права конституционного всем. Почитайте, посмотрите, как это делается в других странах. Что я предлагаю делать? Законными путями объединяться в рабочие группы, создавать комитеты по тем или иным проблематикам. Мусорная тематика, борьба с полигонами мусорными. Люди выходят уже на пикеты для того, чтобы прямо возразить Путину, что не нужно менять конституцию. Зачем? Ну зачем? Какая нужда сейчас? Сколько на это уйдет денег? А ведь что они делают? Он дает плюшки в первой части своего послания. То есть они порядка 400-500 миллиардов потратят. Там тоже очень хитрые плюшки, ты же прекрасно понимаешь. Там куча-куча подводных камней. Сейчас там все многие кричат, ой, мне за первенца дадут какой-то материнский капитал. Да не дадут. Тебе его дадут только в том случае, если у тебя твой доход составляет ниже прожиточного минимума. То есть меньше 11 тысяч рублей. А таких людей у нас в стране раз-два и обчелся. И потом ты сам прекрасно понимаешь, 11500, кто получает, все, он пролетает мимо этого. Народ не понимает, народ безграмотен, к сожалению. И вот мы сидим сейчас, говорим с тобой о Конституции. Да я уверен, процентов 80 зрителей даже не открывали ее ни разу в жизни, эту Конституцию. В этом понятия не имеют, что там написано. В этом и беда. Незнание порождает те последствия. Понимаете? Но они очень классно все сделали. Вот почему они могут 20 лет во власть практически пройти? Да потому что идешь, говорят, а ты хочешь быть таким же, ты хочешь быть у кормушки, воровать, ты туда рвешься. Да уже не хочу. Пусть зайдут достойные молодые ребята, мы готовы продвинуть уже более молодых людей, чем я, мне 41 год. Пусть идут 30-летние, 33-35, лишь бы порядочные были люди. Искушение властью очень мощное искушение, самое, наверное, опасное, и деньгами. И не все, даже наш президент, я считаю, способны с этим справиться. Но зачем менять Конституцию, чтобы оставить себя у власти? Зачем? Забрать у людей 3,5 триллиона рублей пенсионных и 10% от этого сейчас слюнявить тем людям, которые будут рожать детей? То есть, грубо говоря, мы вам платим, вы только рожайте детей, а мы вам чуть-чуть приплачиваем. У нас звонок. Иван, здравствуйте. Откуда вы, как вас зовут, по какому поводу звоните? Алло. Да, здравствуйте. Да, да, да. Слушаем вас. Здравствуйте. Значит, меня зовут Мякишова Теяна Анатольевна. Я, значит, из города Ковского, Пермский край. Вот, значит, как раз у вас началась интересная тема по защите материнства и детства. Мне это хотелось, значит, озвучить, что не только не выполняется Конституция Российской Федерации, но и трудовой, значит, кодекс. Два года назад я уволена из прокуратуры Пермского края с двумя малолетними детьми. Я одинокая мать, воспитываю их одна. Отец у нас родительский прав 8 лет назад. Есть решение суда. Моим детям на момент увольнения было 8 и 10 лет. И несмотря на то, что у нас есть 38-я статья Конституции Российской Федерации, часть 4 статьи 261 Трудового Кодекса, сама прокуратура Пермского края, которая должна защищать материнство и детство, увольняет меня по статье. Я, значит, на протяжении двух лет ищу защиту во всех судебных инстанциях. Первое дело по восстановлению, значит, на работе дошло до Верховного суда. И Верховный суд, вы не представляете, он засиливает это решение, несмотря на то, что есть два постановления пленума этого же Верховного суда, что одиноких матерей увольнять нельзя. Более, значит, того, что я уволена по пункту 4. А за что уволили-то вас, можете сказать хотя бы в двух словах? Значит, в Чайковской прокуратуре нашли якобы фальсифицированный документ. И тут же, значит, начали теряться... Ну, короче, назначили крайний. А? Назначили крайнего нашли. Да, нашли крайнего. В отношении меня только проведена служебная проверка. Не в отношении, значит, руководящего состава этой прокуратуры, а в отношении меня. Понял, спасибо большое. Ну, вот, человек, я, во-первых, не знаю, что там за статья. Я думаю, ты переведёшь, как юрист, на русский язык. Я думаю, таких флошь и рядом у нас. Недаром есть такая хорошая русская поговорка. Нашли стрелочника. Правильно вот девушка сказала. Прокуратуры сотрудника. Да, нет, чтобы там в отношении руководителей провести какую-то проверку. Нет, нашли какого-то рядового сотрудника. Выширили, до Верховного суда дошла. О чём я говорил чуть раньше, да, у нас останется один, единственный, самый гуманный суд в мире. Всё. Ну, то есть, по сути, речь идёт о том, что даже если вы представитель системы, вот сейчас, если нас смотрят силовики, следственный комитет, прокуратура МВД, знаете, сколько за 20 лет у меня было в практике и у моей фирмы юридической, сколько было случаев, когда мы защищали тех, кому ни жильё не дали, ни пособия, уволили по всякой ерунде. То есть, вы, являясь частью системы, должны понимать, что вот на примере этой девушки, Татьяна Анатольевна, по-моему, да, реально, вот вам живой пример, один из многих, когда человек остался в выкинутой системе, одна с двумя детьми, не может найти, даже сотрудник прокуратуры, справедливости в суде, дошла до Верховного Суда. 38-я статья Конституции попрана, попрана. У нас социальное государство сказано в Конституции. Защита, 38-я статья, защита материнства и детства является приоритетом государства. Где? Дети брошены, мать без работы. Это что? Я так понимаю, что она никуда не устроится, потому что вылететь с прокуратуры, ты с волчьим билетом вылетел. То есть, официально, конечно, все скажут, да ладно, что, она может куда угодно пойти устроиться. Но мы-то с тобой прекрасно понимаем, что это замкнутая система. И даже она в адвокатскую какую-то коллегию придёт, ей скажут, там сверху откуда-то команда поступит, что, ребят. Очень печально такое слышать. Но, конечно, нельзя огульно винить в этом во всём. Путина там, все власть у нас сейчас принята. А, это в мусорке Путина виноват и прочее. Но вы понимаете, в чём суть таких обвинений? В том, что тренд задаёт лидер. Тот, кто на вершине пирамиды. Всегда, я говорю, всегда, какое бы ни было принято решение, всегда кто-то один говорит последнее слово. Построить полигон не построить, построить мусорку нет, ликвидировать не ликвидировать, ввязаться в войну, уничтожить кого-то или что-то. Это всегда кто-то ответственность несёт. Магическую, кармическую, один. Человеческую. Я вот с тобой поспорил, например, что значит не несёт ответственности. Во-первых, человек сам создал, выстроил всю эту вертикаль власти. Долгие годы, начиная с 2003 года, у нас вообще никаких выборов не было. Напрямую назначались губернаторы, полпреды. Огромное количество вот этих государственных институтов. И у меня сложилось такое впечатление, что человек создал систему, с которой он уже сам не справляется. Он не в состоянии её контролировать. Ну, это вот как пример, да, ты завёл себе бойцовскую собаку, какого-нибудь бультерьера или питбуля, да. Но ты им не занимался, и в конце концов он у тебя вырос. И вырос таким, что ты самого бояться начал. И ни черта ты с ним сделать не можешь. Ключевой момент, что сейчас мы будем жить в очень интересный период времени. Очень опасный период времени. 2020-2021 годы покажут всё несовершенство системы государственного устройства. И пока власти не научатся нас слушать и слышать, нас это народ. Юристов, общественников, жителей. Вот таких, как эта девушка Татьяна Анатольевна, которая осталась наедине с государством. То есть, она более слабый игрок в этой войне. Мы и будем жить в такой стране. И будет всё только ухудшаться, к сожалению. Так они не хотят нас слушать и слышать. Опять же, сегодня информация проходила. Глава Чуваши и некто фамилию забыл. Ну, посмотрите в интернете, да. Который сказал, что, ребята, надо за критику власти вот этих журналистов и блогеров мочить. Блин, мочить журналистов и блогеров за критику власти. Не хочет человек взять и что-то сделать в ответ на эту критику. Плохие дороги пошёл, отремонтировал. У них уже профессиональная деформация. Я почему не говорю, что, как вам объяснить-то, простой посыл людям по-простому. В любом деле, когда человек находится во власти много лет, судьёй работает много лет, прокурором, работяга даже, и то у них профессиональная деформация. Ну, согласитесь, специальные термины, решения принимаются по-своему стандарту и так далее. Как говорил Шарапов, глаз, что называется, замыливается. Совершенно верно. Нужна свежая кровь, нужна взаимозаминяясь, ротация кадров. Понимаете? То есть, чтобы чиновник понимал, завтра его снимут, проверят, как он работал 10 лет, 20 лет, 5 лет, и накажут, если он что-то украл, своровал и так далее. Давайте подведем итоги сегодняшнего интерактивного голосования. Задавали мы вопрос, считаете ли вы, что воровать стали больше? К сожалению, 80% опрошенных считают, что да, воровать стали больше. И я тоже в числе этих 80%. Спасибо большое. К сожалению, не всё успели обсудить. Это был Иван Волков. Это была открытая студия. Увидимся, услышимся очень скоро, через неделю. Всё, пока. Пока.